Великая степь. Тысячелетие событий. Сотни кочевых племен и народов. Они жили, творили, совершали открытия. Завоевывали огромные пространства и оставили нам немало загадок. Смотрите проект Enigma of the Great Step. 1289-й. Под таким номером в банке данных погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны военнослужащих, призванных с территории Казахстана, значится сержант Нуркен Абдиров, герой Советского Союза. Он и в половину не так известен, как Леонид Беда, Маншук Маметова и Малик Габдулин, имена которых гремели по всему Союзу. Но в родной Нуркену Караганде, Волгограде и маленькой станице Боковской в Ростовской области дело обстоит совсем иначе. Здесь свято чтут и помнят подвиг отважного летчика, прозванного Крылатым Батыром. Нуркен Абдиров родился в 1919 году в Каркаралинском районе в семье Батрака. Его отец более 20 лет был Батраком Убая. А потом уже они переехали в Караганду и отец устроился на шахту. Любопытно, что даже такой, казалось бы, простой факт, как место рождения будущего героя Советского Союза, долгое время вызывал споры. Несмотря на то, что подавляющее количество исследователей называет его малой родиной Каркаралинский район, жители соседнего Актагайского, где Абдирову установили памятник в год столетия со дня рождения, тоже претендуют на это звание. Хотя никаких документальных свидетельств, говорящих в пользу этой теории, нет. Напротив, в папках Государственного архива Карагандинской области имеется документ, заполненный рукой самого Нуркена, где местом своего рождения, по существовавшему тогда административному делению, он указывает аул номер 5 Каркаралинского района Карагандинской области. Это подтверждают и бывшие жители аула. До отъезда в город он жил здесь, в сельской местности. В детстве был очень шустрым, умело играл в кости, был хорошим борцом. Мы его, конечно, при жизни не видели. Помним только то, что слышали от старших. Семья Нуркена Абдирова перебралась в Караганду незадолго до того, как он пошел в школу. В те годы по всей степи только и разговоров было, что о строящемся шахтерском городе. По аулам даже ездили зазывалы, обещали жилье, достойную оплату труда и хорошие школы для ребятишек. Только бы народ поскорее переезжал. Надо сказать, что в ту пору, в конце 20-х, люд вообще перебирался в Караганду отовсюду. Помогал опытными горниками Донбасс, присылал специалистов Алма-Ата. Толпами стекались работники со всей Сарой Арки. Немало отправилось на шахты Икар-Каролинск. Хорошо помню Караганду, когда в ней жили англичане. Да, они жили, а мы были червями и ковырялись в земле, чтобы жили они. Мой муж Абдир на рассвете спускался в шахту и до ночи был там. Помню я дни, когда народ прогнал англичан, прогнал всех, кто заслонял солнце. И взошло солнце над моей землей. Это отрывок из письма обращения Багжан Жайкенова, матери Нуркена Абдирова. Оно было опубликовано накануне Дня Победы в 1965 году. Эти строчки относятся к тем самым 20-м, когда семья перебралась в город. Но о каких англичанах здесь идет речь? Для тех, кто мало знаком с историей данного региона, это упоминание может показаться странным. Но объяснить его довольно легко. Дело в том, что еще в 1899 году карагандинские копи вместе с Успенским медным рудником и Спасским медиплавильным заводом купил инженер Эрнест Карно, сын французского президента. А спустя 8 лет Карно перепродал все свое хозяйство английскому акционерному обществу «Спаская медь». Таким образом, англичане захватили в свои руки обширные, неразведанные, но перспективные земельные площади в Казахстане. Выгнать иностранцев удалось лишь в начале 1920-го. Англичане бежали в обозе белогвардейцев, разрушив шахты, которые впоследствии восстановила советская власть. Одно непонятно – как англичан могла помнить Багжан-Джайкенова, если даже по самым грубым подсчетам ее семья перебралась в Караганду никак не раньше 1925-го года? Возможно ли, что эту строчку добавили от себя редакторы газеты, дабы материал получился более просоветский? Или же семья на самом деле переехала гораздо раньше и Нуркен родился в городе, а не в селе? Обе версии имеют право на существование. Вот только за давностью лет ни подтвердить, ни опровергнуть их уже никто не может. Но вернемся к личности Нуркиана Абдирова. Окончив школу, пошел работать, работал медсатистом в городской инфекционной больнице города Караганды в 1936 году по 1937 годы. Так говорят архивные документы. Затем он с 1937 по 1939 годы работал счетоводом в КАС-книгоцентре города Караганды. Затем он перешел к заведующей библиотеке шахты номер один города Караганды. Но тут уже у него начинается более такая интересная жизнь. Он по путевке, по направлению горкома Комсомола его переводят следователем городской прокуратуры Карагандинской области. Нуркен Абдиров был не простым следователем, а народным. Это особое подразделение было сформировано на всей территории Советского Союза после учреждения особого положения о местных органах юстиции и о народном суде РСФСР. Народные следователи заводили дела по заявлениям граждан, сообщениям милиции, должностных лиц, по постановлению судьи и даже по своему собственному усмотрению. А народный суд решал прекращать эти дела или передавать их вышестоящей инстанции. Однако даже несмотря на эту оговорку, народные следователи имели большой вес в обществе и были наделены определенного рода властью. Так каким же образом на эту довольно элитную должность попал простой сельский парень, не обладающий на первый взгляд какими-то особыми талантами? Я вот даже вот сейчас сравниваю с детям, говорю, вот он последняя должность, куда, перед армией, он работал следователем прокатуры. Сейчас, чтобы следователем прокатуры, милиция, надо заканчивать академией, школы, высшие какие-то юридические уклоном. А у него какой там юридический? Ну, просто его, может быть, знания, когда при поступлении посмотрели, он не сразу следователем стал. Он сам был просто управляющим там какой-то, ну, писарем, может, еще кем-то там, начинал работать, но когда его определили его талант, его почерк, его грамотность, его назначают и помощником следователя, и потом следователем прокатуры города Каренда. Нуркен Абдиров действительно был смышленным юношей, прилежным, аккуратным. Свободно говорил на казахском и русском языках, писал и латиницей, и кириллицей. Возможно, тогда этих качеств было достаточно для столь стремительного продвижения по службе. Кстати, подробное ознакомление с личным делом Нуркена Абдирова помогло выявить одну ошибку, которая закралась во многие ранние статьи, посвященные герою. Там его самого зачастую называли шахтером, но это неправильно. В отличие от отца и старшего брата, Нуркен никогда не спускался в забой. Да, на шахте он действительно трудился, но лишь заведующим библиотекой. Ему тогда было всего 19 лет. Бабушка рассказывала Нуркену, он был такой любознатель, он везде хотел все познать. Он даже ходил на курсы. У нас здесь горный техникум был, сейчас горный колледж называется. Там я вот по документам смотрю, он и там учился. Самая определяющая его судьба, это было поступление аэроклуб. Вот он захотел быть летчиком. Он посещал эти парашютные кружки и учился летать на самолете. Вот здесь дома есть фотография, в 1938 году он закончил этот аэроклуб. Это была любовь с первого полета. Все, кто знал Нуркена Абдирова, вспоминали в интервью и очерках, что небо и самолет были самыми главными аспектами его жизни, его большой сбывшейся мечтой. Конечно, он не стал пилотом-асом, в первый же раз сев за штурвал самолета. Нет, ошибки случались, учеба давалась не так легко, но он это преодолел. Нуркен вообще отличался завидным упорством в достижении поставленных перед собой целей. Когда я только родился, мой старший брат, Байтулин Абдигали, вместе с Нуркеном закончил школу. Они жили где-то близко, в Караганде. Вместе ходили в аэроклуб и в 1940 году их призвали на военную службу и почти сразу же перевели в Россию, в город Оренбург. Там они учились в Оренбургском летном училище. Во время их учебы началась война, так что им пришлось экстренно закончить училище. Мой брат был хорошим математиком, очень любил этот предмет. Поэтому начальство, сказав, что из него выйдет хороший инженер, разбирающийся в технике, отправило его в Новосибирск, где экстренно строили завод. А Нуркен все время писал рапорты с просьбой отправить его на действующий фронт. С этого момента в биографии Нуркена Абдирова появляется еще больше нестыковок. В некоторых источниках указано, что он действительно был призван в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии в 1940-м. Через год окончил первую Чкаловскую военно-авиационную школу пилотов имени Ворошилова и сразу же был направлен на действующий фронт. Однако Георгий Якимов, автор документальной повести «Пике в бессмертии» и негласный биограф Нуркена Абдирова писал, что после обучения в Чкаловском училище юношу направили в Ташкентскую школу воздушных стрелков. Это распоряжение летчику крайне не понравилось, и он стал засыпать начальство рапортами с просьбами о переводе. Ему пошли навстречу и отправили в Сибирь на ускоренные курсы пилотов штурмовой авиации. Однако письма, которые присылал с фронта Нуркен Абдиров, опровергают и эту версию. Так вот, судя по датировке этих писем, Нуркена отправили в Ташкент сразу после призыва в армию, только потом перевели в Оренбург, который в те годы назывался Чкалов, и уже оттуда отправили в Сталинград на фронт. Что, кстати, не значится ни в одной из его опубликованных биографий. По официальным данным, Абдиров чуть ли не со студенческой скамьи был направлен в 808-й штурмовой полк 267-й дивизии, и спустя два месяца героически погиб в бою. Однако с декабря 1940 года по октябрь 1942-го все его письма приходили со штемпелем Сталинграда. К сожалению, его послания еще до конца не расшифрованы, и трудно понять, где и как он служил в это время, и почему этот период его жизни окутан такой таинственностью. Оренбургское училище обычно офицером выходит, а он выбросился сержантом. А это, кажется, были ускоренные, чтобы на войну отправить побольше летчиков, им давали как бы ускоренные курсы, что ли. И вот он заканчивает его, и звание сержанта отбывает на фронт. Он прибывает в войску участия, где под Ростовом, под Сталинградом. Это она ближе к Сталинграду, чем к Ростову. И вот там он служил, а нет, он до этого там еще, как в Саратовском гарнизоне служил. Из-за этой путаницы даже племянник Нуркена Абдирова Абубакир, который, кажется, знает о своем героическом дяде абсолютно все, что только возможно, порой теряется в веренице противоречивых фактов. Но почему столь короткая биография, а прожил Нуркен в итоге всего 23 года, вызывает так много недомолвок? А ведь все просто. Никто ж и предположить не мог, что светлый, кореглазый юноша из Каркаролинска, однажды станет героем Советского Союза. Такие вещи нельзя спрогнозировать и предсказать. Поэтому сведения о его жизни обрывочны, порой неправильно записаны или трактованы, иногда с ошибками переданы из уст в уста. Но у многих таких же молодых парней, погибших на фронтах Второй мировой войны, нет и этого. С 12 декабря 1942 года со стороны Ростовской области к Сталинграду рвутся войска группы Армидон под командой генерал-фельдмаршала Эриха Манштейна. Главной задачей всей этой мощной немецкой группировки был прорыв кольца советской блокады и освобождение армии Паулюса из окружения. С юго-западного направления к Сталинграду двигалась армейская группа ГОД, она и наносила главный удар. Так вот перед 17-й воздушной армией главной задачей стояло нанесение ударов, бомбардировка, штурмовка немецких войск, а также их тылов снабжения. Этим занимался в частности 808-й штурмовой авиационный полк 267-й штурмовой дивизии армии. В составе этого полка воевал и Нуркен Абдирович Абдиров. За 16 боевых вылетов в составе 808-го авиационного полка сержант Абдиров со своим экипажем уничтожил 12 танков, 28 автомашин с войсками и грузами, 18 повозок с боеприпасами, 3 цистерны с горючим и разбил три дзота противника. А из 17-го вылета он уже не вернулся. Это было раннее утро 19 декабря 1942 года. С прифронтового аэродрома поднялась четверка боевых пилов. Они должны были нанести удар по силам противника, расположенным в районе станицы Боковской и хутора Коньков, на так называемых дальних отступах к Сталинграду. Первый заход был удачным. Советские летчики не встретили безоградительного огня. И тогда командир звена допустил ошибку. Повел группу на второй круг по той же траектории. Вспыхнула и упала первая машина. Не стало Петра Вычукжанина и его стрелка Алексея Киселева. Вторым подбили командирский Ил. Он упал недалеко от аэродрома, похоронив под обломками Бориса Алексеева и Ивана Нелюдимова. Сам Нуркен был замыкающим в группе и принял решение бороться непосредственно с зенитками врага. В результате его храбрых действий две зенитки было подбито, но и его самолет также поврежден. Он приказал своему стрелку-радисту покинуть самолет с парашютом, но тот отказался. Видя неминуемую гибель, Абдиров в последние уже секунды своей жизни увидел под крылом самолета колонну немецкой бензовозов и цистерн. И прямо в нее он направил свой самолет. Из того боя невредимым вернулся лишь экипаж сержанта Алексея Писанко. Именно благодаря ему весь Советский Союз узнал о подвиге Нуркена Абдирова. Алексей Писанко, кстати, вот он, вооружение Салматы, он приезжал к нам домой. Вот он рассказывал, последние слова Нуркена он слышал. По рации они переговаривались, он еще говорил, Нуркен, ты горишь, самолет твой горит, давай прыгай. Он говорит, я не хочу в плен попадать, Алексей, я, говорит, прыгать не буду, если что, передай привет Карагандеев. Ну, житель, ну, то, что там у него внутри горело, он там все высказывал, говорит, я, говорит, свою жизнь так просто не отдам. А это приказал тоже Комиссарову, говорит, Алексей, прыгай, говорит, нет, Нуркен, я не буду, я с тобой вместе. И они вдвоем совершили этот подвиг. Правда то, что Александр Комиссаров, стрелок-радист, погибший вместе с Абдировым, тоже был героем, советские власти почему-то не приняли во внимание. В 1943 году указом Президиума Верховного Совета СССР Нуркену Абдирову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. А про Комиссарова забыли почти на 25 лет. Лишь в 1966 году его наградили Орденом Отечественной Войны второй степени. И то исключительно благодаря хлопотам матери Нуркена, Бакжан Жайкеновой. Как раз Сталинград уже должен был освобождаться. И армия Паулиса готовила силы, чтобы помещать наступлению. И вот один из эпизодов или моментов, то, что задержало наступление, это именно то, что Нуркен совершил там подвиг, уничтожил очень много танков, бронетехники, живой силы. И может из-за этого где-то, может, на день, на два срочи, или они не смогли полный мущество применить, потому что железнодорожный узел туда подкрепление пришло много, и они все сгорели. Нуркен Абдиров похоронен на старом кладбище хутора Коньков Ростовской области. Одни говорят, что он лежит в братской могиле, другие утверждают, что их с Александром похоронили отдельно. Якобы жители хутора через несколько дней после боя пришли на место трагедии и собрали останки погибших солдат. Есть и более развернутая версия этого эпизода. Она была озвучена в газете «Индустриальная Караганда» в декабрьском выпуске от 1992 года. Автор статьи утверждает, что ей удалось побеседовать с сослуживцем Нуркена Абдирова Василием Калиновичем Фартушным. С его слов, в тот огненный рейс вместе с Нуркеном было назначено лететь именно ему, но в последнюю минуту его заменили сержантом Комиссаровым. И после боя именно Фартушный отправился на место сражения, где и нашел Нуркена Абдирова и Александра Комиссарова мертвым. Правдивость этой истории ставится под сомнение. Во-первых, ни в каких других источниках Фартушный не упоминается. А во-вторых, что могло остаться от летчиков, если их заправленный самолет врезался в немецкий бензовоз? Взрыв страшной силы и последовавший за ним пожар в лучшем случае оставили после себя куски искореженного металла и пепел солдат с обоих сторон. Так что версия о братской могиле, да и то, возможно, весьма условной, имеет куда больше прав на существование. Ни один Нуркен, тысячи их погибло, тысячи героев. Чтобы мы жили, вот, храняя их память. Память о героическом казахстанском летчике известный советский писатель Сапаргали Бигалин написал поэму «Крылатый казах». В Волгограде, на Мамаевом кургане, мемориальная плита из черного мрамора с именем Нуркена Абдирова открывает аллею героев. А в родной Караганде ему установили памятник, в некотором смысле легендарный. Дело в том, что мы располагали только одной фотографией, которая сохранилась у матери. Ну и вот мы с замирающим сердцем ждали ее прихода. Она должна была определить, похож ли сын. Видимо, ее волновали не только сходства. И вот мать в мастерской. Она очень придирчиво ходила вокруг. Смотрела. Потом говорит, нам нет, и Нуркен. Ну и мы, значит, выслушали ее. В неделю ходили расстроенные. А потом принялись вновь за работу. Второй визит матери. Так же окончился неудачей. Она не признала в нем еще чего-то. И вот только уж на третий раз мать пришла, посмотрела и говорит, теперь оставьте мне одну. Она осталась одна и долго с ним вслух о чем-то говорила в казахске. Плакала. И через некоторое время, значит, мы, возвратившись в мастерскую, получили одобрение матери. Она сказала, это мой сын, вы больше не трогайте. Эта история похожа на красивую байку. Но она на сто процентов правдива. Создание самого известного памятника Нуркену Абдирову заслуга не только карагандинских художников и скульпторов, но и его родной матери, Бакжан Джейкеновой. Она мне просила всегда к памятнику Нуркена свозить ее. Вот она там, ну, она уже все пожилая, старенькая. Она вот плакала, сидела у его памятника. Молит, прочитает, и сидит, плачет. Могла сидеть, это час могла сидеть так. На девять пунктов ниже Нуркена все в том же банке данных казахстанцев, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны, числится еще один Абдиров из Каркаролинска. Это не однофамилец и не просто земляк. Это брат Нуркена, Садербек. Тайна его жизни так и осталась нераскрытой. Он числится пропавшим без вести с 1944 года. Но потомки Сарсена, старшего из трех братьев Абдировых, все еще надеются найти ниточку, которая приведет их к Садербеку. Они хотят знать, помнить и чтить его так же, как Нуркена. Ведь он такой же герой, как и сотни тысяч других казахстанцев, победивших в Великой Отечественной войне. И не важно, есть у них наградные листы или нет.